всем доброго времени суток у нас сегодня 4 градуса петя петя здороваться будем как всегда от меня убегает ведь петя цезарь там разрывается увидел нас сейчас возьму ведерко пойдем накопаем земли такое вот сейчас большое ведро накопаем чтоб на рассаду мне хватило пройдем туда цезарь цезарь молодец какой снегу много у нас участок 20 соток земли дом у нас 50 квадратов там в комментариях спрашивают рядом с нами кропоткина находится кавказского района и станица у нас тимишбекская население мы посмотрели сколько было 6000 почти она мягкая цель какая черная хорошая земля все ругается все лает и лайт найду не слыхать давай ведерко тебе поставлю так тут она даже не замерзшая до трактор там снег чистит да не давай полная нагреется там ящички потом из чего-нибудь сделаем с досточек посмотрим найдем на те два подоконника поставим зале найда найда привет где девочка красотка ты чё замерзла девочка солому повытаскивала да а куртку не вытащила вроде бы там на месте лежит мы старую курточку нашли постелили а цезарь солому вообще не стал не подпустил и вытащил ее все оттуда повытаскивал найдочка девочка ушки навострила видели в комментарии вопрос какая у нас идет вода в нашей станице стаканчик у нас прозрачный сейчас я включу покажу вода у нас абсолютно чистая никакие не присутствуют посторонние запахи никакого вкуса абсолютно чистая стакан от холодной воды запотел вчера немного неправильно сделали в стаканчиках не сделали отверстия почитав комментарии сегодня утро мы это все исправили нашли поддончик здесь стаканчики пока накрыла не пищевой пленочкой но потом магазин поедем купим и я переделаю пока сверху так накрыла воды конечно очень много выбежала наверное пели перелила слишком много залила но сейчас она выйдет вся лишняя я потом тряпочка все это соберу уберу спасибо большое за совет здесь большие стаканчики тоже на поднос круглый выставила их атак накрыла потом все но пленочку когда уже купим я конечно все это исправлю пока сверху только так солнышко на них падает буду потихонечку вот так вот открутить потому что вот эти вот затемненные в темноте стоят буду в течение дня поворачивать а чего этого мы тут делаем еще одна помощница но никуда без них а ой 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 пока мама готовит покушать они тут вам помогают ты чё сделал они любят это делать бабушка его так приучила и тебе на наставить мучечка солнышко моё тебе надо фарточек следующий раз купим да надо обязательно на всем надо приобрести фартушки обязательно а то люди у меня такие грязнюльки такие грязнюльки о баба тоже спи по белой ой довольна я какая каролиночка и тебя тоже сделаю бабуля нас сегодня побаловала блинчиками уже испекла каролиночка ты дуешь так приятного аппетита спасибо хочу вам ответить на ваши комментарии которые часто стали появляться почти под каждым видео часто задаваемые вопросы что у меня со здоровьем со здоровьем со здоровьем не на данный момент но все хорошо не считая того что насморка кашель и немного головные боли но я думаю что это связано с погодой либо ну что под простыла немножко температуры слава богу нету как бы но все хорошо единственное что часто спрашивают темные круги под глазами вообще у меня это с детства с детства ну наверное это по наследству передалось и потому что ну как бы у наших родных тоже темные круги под глазами особенно ярко выражено они становятся тогда когда ну например вот я заболела сейчас у рви и они вот ярко выражены так со здоровьем все хорошо второй вопрос попадался в комментарии вопрос думать что деть какой-то ребенок на инвалидности нет ни одного ребенка нет на инвалидности на инвалидности у меня Саша это муж у него третья группа рабочая у него на правой руке нету фалангов случилось это с ним ну в 2010 году когда мы с ним познакомились познакомились мы с ним в больнице и как ну как вот так и произошло поэтому он на инвалидности и я видно в одном видео сказала там что про льготу как по инвалидности да нам положено еще многодетная семья льгота но об этом я чуть позже расскажу еще часто задают вопрос ну точнее пишут в комментариях что ну плохое качество видеосъемки да да очень ну бывает вообще видео плохое потому что вот это вот моргание когда камера фокусируется но пока нет возможности приобрести стабилизатор мы обязательно его приобретем чтобы ну было удобней и комфортно смотреть но все это конечно со временем был еще комментарий такой что юлю олю практически мало видать в кадрах и возможно они не помогают нет они помогают и по дому и на улице как бы у нас ну как бы все сплоченном все одинаково всем друг другу помогаем у нас нет такого что кто-то сидит а кто-то работает просто оля очень стесняется в камеру она в нашей семье живет два года два будет наверное два года поэтому она у нее никогда не было семьи она потихоньку помаленьку она к этому привыкает и она очень боится что мы ее куда-нибудь отправим нет конечно как живет в семье нам нам ну радостная счастлива у нас большая дружная семья поэтому она думает что если она там встречается с молодым человеком и будет с ним жить что мы от нее отвернемся нет конечно все хорошо как бы но это у нее страхи такие потом вопрос почему ну многие не нравится как называется наш канал раньше наш канал когда мы только-только начали снимать видео назывался деревенская жизнь большой семьи мы хотели заказать рекламу и нам черничный хутор посоветовал сменить название канала потому что слишком длинное неудобное и очень часто называемое мы долго думали как назвать наш канал ребятишки наши Ярик Дима очень любят смотреть мультик супер семейка они подходят и говорят давайте назовем супер семейка подожди зайка и потом мы просто добавили что мы из россии же поэтому мы написали супер семейка из россии потому что в поисковике когда забиваешь супер семейка ну сразу же в поиске появляется мультик но никак не наш канал поэтому мы добавили из россии конечно многие думают что наверное там пафосно звучит но это чисто это был детский выбор и мы с ним согласились если Дим Мороз забрал папу пальчики где мы познакомились Ярик говорит о том что мы с Сашей познакомились и пригласил папу тортики маме когда я легла в больницу на операцию и Саша был в больнице тоже когда на ампутации теперь у животики половину слежат перестань не все секреты и мы познакомились с Сашей в больнице Саша начал ухаживать мы долго общались и вот мы уже живем 12 год пошел у нас уже поэтому Ярика говорит если бы Дим Мороз у папы пальчики не забрал мы бы не познакомились ушла от вопросов был вопрос еще такой Оля с Юля получили ли они квартиру от государства нет они не получили квартиру от государства мы не собирали документы на квартиру ничего этого не делали со временем мы узнаем про эту информацию со временем как бы ну узнаем спросим возможно им положено нет ну как бы и вся подробная информация все это будет со временем и спустя еще был про вопрос так получили ли мы земельное участок как многобетная семья мы получили земельное участок когда у нас родился Ярослав в 2015 году а землю получили в 2016 году земля у нас осталась в Омской области все с ней хорошо но она лишним не будет и как бы ну она у нас есть нам выдали 10 соток земли материнский капитал и региональный капитал региональный капитал мы не попали потому что третий ребенок у нас родился в 2019 году а его уже отменили ну по Омской области не знаю как в других регионах материнский капитал 453 тысячи он у нас использован для приобретения жилья дальше родительский дом родительский дом где я выросла что ты так рада говоришь родительский дом родительский Зайка не мешай пожалуйста не перебивай это некрасиво хочу говорить родительский дом да я отвечу потом я тебе объясню еще раз повторюсь родительский дом он находится он никуда не делся мы его не продали в родительском доме прописан у меня младший брат я с ребятишками старший брат с ребятишками поэтому он у нас ну как бы существует в нем и младшая сестренка в нем в этом доме сейчас живет наш опекун это наша родная тетя по маминой линии когда мама не стала нас тетя взяла на опекунство и она там сейчас живет своего жилья у нее нету поэтому никто не препятствует она там живет дальше почему я не получила квартиру от государства на тот момент когда я училась ну мы многих прав как не знали что нам положено что не положено многие нам этого не подсказывали в то время когда я училась в колледже в 2005 году как бы ну отучилась жилье у нас ну родительский дом есть поэтому никто нам этого не объяснял спустя прошло время и когда я уже подала документы ну на квартиру когда мне уже подсказали взрослые люди оказалось а на момент моего 23-летия исполнения мне уже как бы не положено ну и больше я никуда не стал обращаться никакие суды никуда не ходить ничего писать ну и как бы жить дальше на этом не закончился она продолжается от печки дома тепло или нет очень в этом доме очень тепло мы протопили печку нам тепло поэтому проблем с этим нету чтобы печка топилась и топилась как бы на улицу нет все хорошо здесь очень тепло мы немного протопили и нам достаточно так дальше какой еще вопрос ну и доход наверное это самый интересный вопрос на что мы живем откуда у нас какие средства перед отъездом в краснодарский край когда у нас начался подготовка к переезду мы с мужем работали в санатории мы уволились перед отъездом я ушла в декретный отпуск с дочей с работы но так как я понимала что мне нужно будет потом приехать увольняться и зачем я буду держать место нарабатывать себе стаж но подойдет закончится декретный отпуск и я выйду на работу поэтому перед самым увольнением я уволилась забрала документы и мы спокойно с мужем переехали муж получает пенсию по инвалидности Оля с Юлей тоже получают пенсию по инвалидности так как они ну росли в детских домах и потом уже в интернатах я получаю доход естественно от государства на ребятишек и как многодетные и по уходу и сейчас новая выплата которая ну многочисленные сейчас ее получают с 3 до 7 на данный момент у нас сейчас такой доход но мы все равно как бы мы работающие люди мы не сидим на месте Саша уже подошел себе несколько вариантов работы мы только переехали 2 недели назад поэтому за короткий этот срок конечно чтобы бежать на работу это невозможно потому что где-то собеседование где-то проходение медкомиссии плюс прописка нужно нам взять потому что готовятся документы на дом поэтому на это все нужно время если бы мы переехали и прожили бы здесь полгода и не вышли бы на работу конечно это было бы ну как бы уже наверное некорректно но на данный момент у нас пока все хорошо я конечно все рассказывать не буду как муж складывается с работы пока он 100% не устроится и пока все вот не пройдет раскрывать карты пока я не буду ну на этом мы будем прощаться с вами мы будем дальше заниматься домашними делами с вами увидимся в следующем видео до новых встреч пока 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 пока